Руководитель Управления Федеральной службы судебных приставов по Ингушетии дал пояснение в части, касающейся снятия временного ограничения на выезд за границу должников и о сроке, в течение которого снимается такой запрет – около одной недели. Он также обратил внимание на то, что отсутствие задолженности в базе данных управления не означает, что в отношении гражданина нет задолженности в других территориальных органах страны. Проверить наличие или отсутствие таких данных можно на главной странице официального сайта ФССП России, а также на портале государственных услуг, указав в поисковой строке сервиса ограничения на выезд за границу. Власти Ингушетии реализуют ряд проектов благодаря федеральной поддержке в размере 30 миллионов рублей. Среди приоритетных – благоустройство Кургана-Абигу, Фуртаукского и Ляжгинского водопадов и горы Шамиля. Проекты реализуются в рамках нацпроекта «Туризм и развитие индустрии гостеприимства», и уже в 2024 году будут проведены работы по обновлению исторического Кургана-Абигу. В Ингушетии увеличился объем инвестиций в основной капитал на 5,5% по итогам 2023 года. Министр экономического развития Эсет Тумгоева сообщила, что в прошлом году было привлечено свыше 23 миллиардов рублей инвестиций, более половины из которых составили внебюджетные средства – более 11 миллиардов рублей. В Федеральном агентстве по делам молодежи был представлен и высоко оценен проект создания в Ингушетии молодежного центра патриотического воспитания имени первого героя России, летчика-снайпера Суламбека Асканова. Как отметил в своем телеграм-канале глава региона Махмуд Али Калиматов, центр станет местом, где молодые люди смогут черпать вдохновение из подвигов героев и учиться на примере их бескорыстия и отваги. В планах организовать множество мероприятий – от образовательных программ и исторических лекций до военно-спортивных игр и культурных акций. 25 мая в Карабулаке на стадионе имени Идриса Зязикова пройдут военно-спортивные игры в честь столетия ингушской государственности. Соревнования включают стрельбу, метание гранаты и сборку автомата. Победители получат ценные призы. Регистрация участников начнется в 9.30, соревнования – в 10 часов. Правительство России утвердило постановление, которое заменяет плановые проверки в вузах, а также частных детских садах и школах обязательными профилактическими выездами, заявил статс-секретарь, заместитель министра экономического развития России Алексей Херсонцев. Документ, по его словам, разработан Минэкономразвития России и коснется государственных и негосударственных вузов, а также частных учебных заведений. В отличие от проверок, профилактические визиты направлены на предотвращение возможных нарушений. В ходе визита инспекторы разъясняют сотрудникам образовательных учреждений нормы законодательства о контроле, проконсультируют по вопросам исполнения обязательных требований закона, укажут на признаки нарушений, которые необходимо устранить. Правительство России внесло в Госдуму законопроект, по которому за повторное управление транспортом без номеров или с применением скрывающихся материалов предлагается наказать лишением прав на срок до полутора лет, следует из электронной базы Госдумы. Законопроектом вводится повышенная административная ответственность за повторное совершение иных административных правонарушений, предусмотренных частью 2 статьи 12.2 КОАП в виде лишения права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет, следует из пояснительной записки. В законопроект, предусматривающий штрафы до 30 тысяч рублей для пользователей электросамокатов за пьяную юзду, могут включить санкции за вождение с телефоном в руке без мобильной гарнитуры. Устройство hands-free. В апреле документ поддержало правительство при условии, что инициативу доработают. Планируется, что проект рассмотрят в первом чтении в июне, а дополнение о hands-free появится ко второму чтению. Запрет на использование во время движения телефона без системы свободной руки действует для автомобилистов. За это штрафуют на полторы тысячи рублей по статье 12.36.1 Кодекса об административных правонарушениях. Ингушские кикбоксеры завоевали полный комплект медалей на первенстве России в Каспийске. В соревнованиях приняли участие 2000 спортсменов из 70 регионов страны. Халид Цароев, Имран Зауров и Сулейм Дударов стали лучшими в своих весовых категориях. Молуд Гири Калоев и Рахим Зурабов завоевали серебряные награды. Адам Акеев завоевал бронзовую медаль. Все шесть медалистов смогут представить Россию на международном уровне. Субтитры создавал DimaTorzok